Президиум начали без раскачки. Сразу же перешли к главному вопросу, как консолидировать два больших автономных объединения, где состоят все ветераны Севастополя. Это городская общественная организация ветеранов, а также одно из структурных подразделений Российского Союза ветеранов. Эту тему около двух месяцев назад затрагивал исполняющий обязанности губернатора Сергей Миняйло. По его словам, не должно быть противоречий у тех, у кого цели одинаковые. Своё мнение по этому поводу высказал Сергей Рыбак. Камень преткновения – кто из двух вышеперечисленных объединений к кому должен присоединяться. По мнению Сергея Рыбака, из сложившейся ситуации есть два выхода. Либо городское подразделение Российского Союза ветеранов вступает в Севастопольскую общественную организацию, либо созывается общегородская конференция, на которой находят выход из положения, а также выбирают руководителя. Присутствующий на президиуме замкомандующего Черноморским флотом Юрий Ореховский поддержал идею создания единой ветеранской организации. В городе должна быть единая ветеранская организация с единым руководством. А состоять она, конечно, должна и будет состоять из многочисленных ветеранских организаций по направлению, по роду деятельности, по интересам, по административному делению, в соответствии с административным делением города и так далее. Это понятно. Но руководство и организация, конечно, должна быть единым, и полукомандовая флота в этом плане поддерживает. Заслушали на президиуме и полугодовые отчеты о работе председателей комиссии Севастопольской городской общественной организации ветеранов. Не обошли вниманием и тему предстоящих выборов 14 сентября. Каждый председатель ветеранской организации города имеет свой взгляд, планирует свои мероприятия, подвигает своих кандидатов. Работа идет активная. Мы хотим просто сверить наши, как образно говоря, часы в этой большой жизненоважной для города работе, чтобы и про то, как выбором, и сами выборы пришли на высочайшем уровне и выражали настоящие интересы наших севастопольцев, как старшего, так и младшего поколения. Перед присутствующим на президиуме директором департамента внешней политики при правительстве Севастополя Евгением Дубовиком, ветераны ходатайствовали об установлении мемориальных памятных досок героям социалистического труда. Николаю Васильевичу Багринцеву, проработавшему на Севморзаводе 47 лет, и Николаю Никифоровичу Тихонову, внесшего значительный вклад в народное хозяйство и промышленность Советского Союза. Святослав Данилов, Денис Корвель, программа «Наше время».